Девушки отдыхают... Стоп-стоп! Вибраторы! 22-ое! Куда гоним? Еще две машины, и не все! Да, может, ищу к нам две-три! Внимание! Говорит, радиоузел стоит. Радиогазета будет пропагандировать передовой опыт бороться с недостатками... Михаил Иванович! Михаил Иванович! Не даст, Михаил Иванович! Фу! Сбегаю, может, сжалится. Степчак! Мне начальника СУ Артемова. Ага, жду. Анатолий Николаевич! У нас тут маленький перекур с дремотой. Осталось два ЗИЛа. Верно. Да нам бы еще три. Зачем? Время на лето будет? То есть как? А мы на минимальных допусках сработали, сэкономили чуток. Нам бы еще три ЗИЛочка, Анатолий Николаевич и... Вам бы так наряжено трить машину. Я поня... Михаил Иванович! Что с машиной? Стоит! Степчак! Мне диспетчер Отреста! Диспетчер Отреста слушает! Михаил Иванович! Дина, Диночка, Зинуля! Солнышко ты мое родное! Мне бы бетончику! Маму так 23. Про алюмницы? А мне нужно 28. А у меня нет. Но это факт не установлено. У тебя нету и щука едет. Сколько он за смену взял? Десять машину. А сколько ему за наряжено? Шестнадцать. Ну вот видишь, с такой разломочкой он до конца смены не съест. Шестнадцать. Пупок разъявится. Извините на загрубок. Ох, Михаил Иванович! Так, значит, две машины отдаешь мне. Не могу. Так, договорились. Не могу. Ты ничегосенький не знаешь. Зиночка, поцелуйчик за мной. Алло. Вы меня слышите? Алло. Третий участок слушает. Михаил, это ты? Что у тебя с голосом? Конфету сосу. Проглоти и слушай. Сегодня вечером поедешь в Киев. Иван, ты что? У меня же завал. У тебя вечер завал. Надо ехать. Иван, минуточку. Ты что? Что? Где? Куда? Руки умываешь? Сочкануть хочешь? А ну быстро в котлован. Слышишь, какой завал? Стой! 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 Михаил Иванович, ты что ли? Ага, я сам. Вот стою, пыль глотаю. Тебя дожидаюсь. Петон для Ищука. Я что спорю? Телезина диспетча ничего не передавала? 41-00. Точно! Ты же мне за ныряешь. Смотри, Михаил Иванович, если что, ты меня обманул. Да ты что? Сооружаемый строителями и монтажниками стан крупнейший металлургический конкурс. В год его к лете будут прокатывать 2,5 миллиона тонн высококачественного металла, предназначенного для трубопроводов в районах Крайнего Севета. Наша стройка объявлена республиканским ударом. Важность объявка сомнений не вызывает. Обед? Точно обед. Ненужен им этот обед! Вася, обедаешь, братишка? Все твое дело. Чего тебе? А ну слазь! Да погоди ты! Из прокостроя, корешок! Из прокостроя? А ну слазь, пазла! Сделай Сепчаку одолжение! Сгоняй-ка на петон! Чего тебе? А ну нет! За мной не заржавеет! Заметана, начальник! Ну чтоб хватило нам трикот с гарниром! Я ж без обеда! Заметана! Только одна так, а там, другая здесь! Чем сестреете, больше гарнира! Вашими руками, товарищи строители, создано немало уникальных объектов черной металлургии. Сейчас вы решаете новую, громадную по масштабам задачу. Сооружаете современные металлургические металлургии. Семен Алексеевич! Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил Иванович! Это есть твой завал? А что, не похоже разве? Говорят, ты у соседей бетон подворовываешь. Крадет. Но это факт не установлено. Установлено и установлено. Да еще бы мне сам бетон одолжил. Взаимообразно. Да он что ли СМИ на тройку машин не добирает? Ну мне по старой дружбе и отдалживает. Так, Михаил Иванович, берите бетон с верхнего завода. Пошли. Ну да. Такое расстояние за 18 км. Это же не бетон. Мусор будет. Тут три километра. Вон завод. Это по прямой. Там овраг. В объезде 18. Да подожди ты. Слушай, Анатолий Николаевич, чепуху предлагаешь. Ну ладно, с бетоном мы что-нибудь придумаем. А ты, Михаил Иванович, не дури. Давай в трест получи деньги и билеты на самолет. Да, я там тебе кое-какой материал подобрал. У секретаря спросишь. Обязательно выступи. Министр будет. Да-да, Михаил Иванович, вы уж там расскажите, как бетон воруете. Поделитесь, так сказать, опытом. Завал же у меня. Ах да. Понимаешь, Миша? Что? Ты купи там торт киевский. Это мать просит, я каждый раз забываю. А ты узелок на галстке завяжи и будешь знать. Минутку. Айн момент после дороги. В сторону, в сторону, в сторону. Давай, давай, давай. Давай назад. Еще, еще. Что, влюб на телек? Только по-быстрому. Лихо. Да. Ну, поехали, Анатолий Николаевич. Да нет, я еще здесь побуду. Садитесь, поехали. До свидания. До свидания. И мигом отсюда. Что, Михаил Иванович? Садись. Эту машину тоже у Ящука взяли? Да. Взаимообразно. Взаимообразно. А ведь у нее номера не наши колонны, Михаил Иванович. Да ну. А я и не заметил. Ну-ка, покажите мне вашу руку, Михаил Иванович. Нет, 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 Михаил Иванович. Другую. Смирей, смирей, смирей. Артист. Это ваши? Ой, спасибо, Золоте, я их еле достал. Спасибо. Ой, спасибо, Золоте, я их еле достал. Спасибо. Спасибо. А-а-а, я не знаю. Ой, о-о-о. Мне показалось что-то в стране. Извините, девушка. Откуда ты взялся? Здорово. Как ты очутился, Золоте? А я в институт поступал, меня отпустили. В какой институт? Мимо. Мимо чего? Международных отношений. Ха-ха-ха-ха. Ты что-то петлишь в этих международных, то. Ну, не боги в горшке обжигают. А-а-ха. Они не тренились от во сколько? В какой институции? А твой горшок, значит, не выдержал. Сыночка моя. Зря тебя не взяли. Парень, ты ничего. Фрак на тебя, гвозди-ку белую петлицу. Ума мозги, полный бельмондо. Ребят, с хлебом. Соскучился по домашнему борщу? Ничего. Мать откормит тебя. Правда, ты и так неисхуденький. Сереженька, с возвращения. Спасибо. А у тебя чего? Дома нет? Лид, ну что ты на мужика нападаешь? В кое века он к матери пришел. Я даже забыла, как он выглядит. Ой, мам, вы думаете, я его вижу? Вот он исчез. Поезд и уйдет. Правильно, правильно. Спасибо, мама, за борщ. Лида, нужно, нужно, а как? Сегодня суббота. Кому суббота, а кому работа. Почему котика не взяла? Да ты что, он уже полгода в секции занимается. Какой секции? В гимнастике. Серьезно? Только это ж хорошо. Пока, пока. Привет. А ты куда? Привет, сестричка. Извини, извини. На работу, на работу. Совещание отрабатывать. Две смены, Миша. Да? Опять выпендриваюсь? Все-таки хочешь показать, что честнее всех и всех принципиальнее. Иван Петрович, товарищ министр, вам кланяться велели. И напомню, чтобы вы серьезно готовили к заседанию коллегии министерства. Шею вам собирается мылить. За что? За отстойник? За что не знаю, но за что найду. Это точно. Так что, исполняющие обязанности, обеими руками держитесь за кресло. Это что, министр сказал, исполняющие обязанности или сам придумал? Сказать он не сказал, но не исключено, что подумал. Выступал. Да, выступал. Но, видишь, не помогло. Айонцвайтик, ферундиптик. Айонцвайтик, как говорят древние греки. Ну, здорово, служба. Здрасте. А ты куда? Что вы все убегаете? Миш, может, останешься, мать просит. Случай все-таки такой. Не каждый день брат из армии возвращается. Да нет, не могу я, братишка. Разве что ты бригадир, так и работай, как вся бригада. А то не заметишь, как превратиться в этого. На хлебника бригады? Угу. Понимаешь, дураков сейчас мало. Чтобы умами все стали, я бы не сказал. Ну что, ушами? Это точно. Вот, почему человек от работы отлынивает? Да потому что месть тепленьких, куда от работы можно пригнуться, у нас еще много. Ну-ка, шли. Ты думаешь, у меня в бригаде все ангелы? Один раз не выйду на работу, другой, что обо мне подумать? Что, ушлый? Вот, точно. Соображать дипломат. Я побежал. Ну, мы ждем. А это наша Светочка, соседка. Ну-ка, ну-ка, покажи. А это кто? Так. Ой. Хачок. Садись. Садись. Рассказывай, чем собираешься заниматься. В институт буду поступать. На будущий год. А зачем год терять? Давай в наши строительные. Да нет, я на исторический. А пока Михаилу в бригаду подамся. Ну, он тебя не возьмет. Это почему? А потому что у него бригада на подряде. Слыхал о таком методе? Пропал, бедный Сережка. Ну и что? А то, что вот построит Михаил свою подстанцию от фундамента до крыши и 40% сэкономленных денег, это чистый доход бригады. А если перерасход? А с их кармана. Но пока еще никто не жаловался. Вот за прошлый объект у них, по-моему, по полторы тысячи рублей премии на каждого члена бригады вышло. Да. И хоть Михаил там полный хозяин, но у него каждый человек пределе и лишние в рта им не нужно. А много у вас таких капиталистических бригад? Выгода, интерес, расчет. Ни одного светлого слова. Да, тебе нравится больше бесхозяйственность. По принципу начальства голова большая, пусть думает, мое дело сторона. Нет. За бригадным подрядом будущее. Да. Этот ваш частный подряд. Бригадный? Товарищей на работу взять невыгодно. У тебя какая специальность? Механик второго класса. Электрогазосварщик. Комсоргом был на флоте. Ну, что был комсоргом, это видно. Приходи ко мне утром в понедельник. Что-нибудь придумаем. Иван, не трогай моего маленького. Пусть это что-нибудь. Маленькая. Маленькая дорогая. Мам, Светлка, а я дай. А че же? Кучу. Я сейчас. Маленькая дорога. Привет, гружевницы. Ах, ты в земле? Не сына? А там наверху не сихонят? Насморка нет? Все живы, здоровы. На аппетит не жалуемся. Ничего, скоро похудеете. Через 28 дней милости просим к нам на монтаж. Мы завтра на четвертую подстанцию едем. Иван, а ко мне когда? Через два месяца. По плану. Эй! Опускай. Давай, давай, давай. Он что, сдурел, что ли? Спецмонтаж? Вахрушева мне, пожалуйста. Борис Александрович, здравствуйте, это вас Артемов беспокоит из 4-го СУ. Борис Александрович, позарез нужна бригада монтажников на 8-ю подстанцию. Нет, дней через 28. Я понимаю. Ну и что, никак? Ну, извините, Борис Александрович, где они вам возьмут бригаду. Сами рассудите. Что я ребятам скажу? Да. Да, Артемов. Да, Борис Александрович. Да. Нет, это нереально. Что, что, что? Через 2 недели. Нет, не успеет. Нет, Борис Александрович, он не успеет. Борис Александрович, давайте мы эту бригаду придержим. Задержим на другом объекте, что ли. Нам в этом выгодно. Ну, я понимаю, что никуда не годится. Да, ну... Ну что, 2 недели. Борис Александрович, я вам перезвоню. Или мы закончим эти фундаменты через неделю, или будем месяц стоять. Вот так, ребята. Не успеем, Михаил Иванович. И так гоним. Аж дым из ушей. Почется. Надо попробовать. Предлагаю работать в 3-смены без выходных. Да это дело не хитрое. Тихо, тихо, ребята. Тут одним ура не возьмешь. Тут думать надо. Есть у меня пара мыслей. Чудок? Да. Женеть надо, парня. Точно женить. Не, Миша, это все без меня. Чего? Чужие ригели берешь. Они для чердачных перекрытий, а ты их мост. Ну да, для чердака. А Федоренко еще и фундаменты начинал. Это факт установленный. Я сам видел. Ему эти ригели понадобятся через 2 месяца. Давай. Вот так, правее. Заканчиваем. Алексей. Ты чего? Слушай. У тебя же, кажется, есть племяш, ну, который точно должен быть знаком с директором бетонного завода. Что ну не понял? Может, можно попробовать? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, да, ну, и те, они не хотят. Какие-то законы, правила. А ты, партгруппорг, лучше бы подумал, как эти правила повернуть, чтобы они работать не мешали. Правила хороши, когда они разумны. Ты ведь знаешь, во сколько обойдется нам этот мост? У нас подряд на 2 миллиона. А мы не можем сейчас сот рублей каких-то истратить по собственному разумению. Для пользы дела. Да, ничего не делать, но чтобы было по правилам, это мы умеем. А как дело сделать, комиссар? Чего-то мы завелись. Да нет. Что? Ну, а как сопромат, техника безопасности. Ведь машина-то, то он по 20 бегать будет. Вон, вон сопромат бежит. Согласился, датсэр. Ты сказал, нужно срочно. Да. Оля. О, здрасте. Здрасте. Знакомцы, Николаш. А у нас делают... Николай Константинович. У себя? Проходите, проходите. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Федор Павлович. Здрасте. Ну-ка, я на почту зайду. Ага. Вот, Федор Павлович, гостей привел. Делаю у них к тебе. Вот, да, это, а. Ну, как дела, Федор Павлович? Да как? Закрутился немного, голова трещит. Ну, надо уметь расслабляться. Ну, что вы стоите, как бедные родственники? Дядя Сень, проходите, садитесь. Ну, что, товарищ Степчак, как говорится, не плюй в колодец, пригодится, да? Он, Коля, в прошлом году, знаешь, мне сколько крови попортил? Пли ты мне забраковал, целую партию. Ну, это факт неустановленный. Как это неустановленный? Да потому, что плиты не я забраковал, а тот, кто их выпустил, бракованным. Я их только в дело не пустил. Я не пущу, потому что лично отвечаю. Да моих людей чуть премии не решили, по вашей милости. Вот это вы понимаете? А вы работаете как следует. Вот из-за таких, как вы, и нам, строителям, стыдно честным людям в глаза смотреть. Это факт установленный. Нет. Мой принцип, важные вопросы решать без этого. Так что вам нужно, Степчак? 8 штук ригелей РН, через 2 недели. И только. Да об этом и речи быть не может. И еще вопрос. В бригаду поступило заявление от Сергея Ивановича Степчака. Просится к нам. Кто что скажет? Бригадир. Да мне как-то неудобно. Семен Алексеевич. А ему тоже неудобно. Чего это мне неудобно? Ну как-никак, зять будущий. Ты, Гришка, не подкалывай. Дядь, не зять, это их дело. Сами разберутся. А вот Сережку знаю с измальства. Парень хороший, специальность дефицитная. Так что ли? Это точно. Так какие будут мнения? Взять. С испытательным сроком. Ну значит так. Пусть поработает месяца 3-4, а потом и решим. Все. Испытательный срок по закону 1 месяц. Но это факт не установлен. Внесем, так сказать, поправку в закон. Узнать человека надо, надо. А 3 месяца все-таки срок. Ну серый, с тебя перечитается. Да. Поздравляю, Сережа. Спасибо. Спасибо. Шутка. Гриша, папочку с тесенками. Мигом. Есть. Что это такое, Михаил Иванович? Чего? Я говорю, откуда мост, Михаил Иванович? Ух ты, первый раз вижу. Знаете что, Михаил Иванович? Михаил Иванович, только не надо. Я вас очень не прошу. Только не надо. Спокойно, Толя, ты лучше скажи мне, нужен мост или не нужен? Допустим, нужен. Ну? Нужно же все по-человечески делать. Да, мосток через канаву. Два дня работы. А по-человечески это значит, строительный объект, нацепь тысяч рублей. Сюда уходит экспертиза, изыскательная работа. И еще сколько? 36 статей. Когда бы мы этот мост дали, а? Да в одно время и подстанцию бы сдавали, и этот мост. А так тут делал, то всего ничего, тьфу. А теперь вот бетонный, а вот здесь подстанция. А я для мебели здесь, что ли? Ну, я понимаю, папку. Машину, быстро. Да ты бы не разрешил, а разрешил, так получил бы строгий выговор. Вы думаете, без выговора обойдете? Нет, ну я так не думаю. Ну, во-первых, не строгий, во-вторых, от тебя. Это как бы по-семейному. Иди, иди сюда. Вот, пожалуйста. Смотри. А как же. Вот что, Михаил Иванович, для начала я мост этот закрываю. Анатолий Николаевич, на колени куманали. Под суд из вашей сморительности я идти не собираюсь. Это факт не установлен. Вот здесь все. Даже подпись начальника ГАИ. Вот. Прежде чем делать, думали, советовались. Да будут через неделю лежать, где лежали. Гнить, как и гнили. Вот тут, кстати, наряды и подпись директора бетонного завода. Да. Ценная папочка. Конечно, ценная. Ну вот что, я пока что эту папочку, Михаил Иванович, с собой забираю. Зачем? А так, ума разума набраться. Чтобы знать, как из ничего мосты строить. Да, а выговор вы все-таки получите. Ну, это уж как водится. Стой! Стой! Любовь какая она! Любовь какая она, такая, не взять руками, не обойти. Бывает крылья, бывает камень, на сердце камень и на пути. Любовь какая она, такая, тяжелой ношей к земле прижмет и поднимет на... Стоп, 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 так работать дальше невозможно. Что, другого времени нельзя было найти? А ты пойди, Евгений Борисович, что скажи. Да будет в этом доме порядок или нет? Пойдемте. Пойдемте. Пускай ставится. Пойдемте. 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 Пора идти. Может, зонтик возьмем? Ничего, не расставим. Иди домой. Ну, иди домой. Ну что, стало быть, на сегодня шабаш с бетоном. Вдыхаем. Что, на репетиции перестарался? Ничего, ничего, парень, потерпи до свадьбы. Заживет. А пока руку смени. Ты брось, Витек, парня-то подкалывай. Небось забыл, как сам первый раз за вибратор встал. Ничего страшного. Зайдешь ко мне, я тебе мать дам. А невеста забинтует. Опять стоять, ну что будем делать, а? Ой, давайте откажемся от монтажников. Какого хрена голову морочить? И вообще, от подряда давайте откажемся. От обязательств, от премии. Ну, какого вам надо? Ох, Анатолий Николаевич, ничего мне не надо. Ну, арматура-то у вас есть. Заканчивается. Едите вы ее, что ли? А палубка есть. Да не в этом дело. Мне машины нужны, Анатолий, дорогой. Вы же прекрасно знаете, у меня сегодня 14 машин забрали в колхоз. Толя, дорогой, надо звонить, звонить во все колокола. Кто-то же да отзовется. Это же наше кровное дело, как-то не понимает. Знаете что, Михаил Иванович, у меня ваша гонка вот где. Все, разговор окончен. Нет, нет, слушай, разговор не окончен. Разговор продолжается. Райком? Здрасьте, вас беспокоит бригадир 4-го СУ Степчак. Я хотел бы поговорить с Семеном Витальевичем. Семен Витальевич, здравствуйте, это Степчак. Вы можете меня принять? Да, потерпит до завтра. Спасибо, до свидания. Вот так, завтра поговорим. Котловань, присутствие секретаря райкома партии. Что случилось, Михаил Иванович, как жизнь молодая? Да как тельняшка, то в белую полоску, то в черную. А сейчас в какую? А сейчас в черную. Что так? Да вот фундаменты через неделю сдавать, а машин нет и... Семен Витальевич, 50 машин в колхоз отправили. Голод с машинами не только у Степчака, в других бригадах тоже. Ну что, такое объяснение тебя устраивает? Объяснение, да, устраивает, а что машин нет, не устраивает. Да, собеседник, ты серьезный, товарищ Степчак. Три коммуниста тебя клятвенно заверяют, что нет машин, а ты все свое. Стройка может немного подождать, а вот овощи в поле ждать не могут. Они сгниют, понимаешь? Так что, извини, Михаил Иванович, машин действительно нет. Это факт не установленный, Семен Витальевич, есть машина. Где? У директора завода, у Косовского. А что ж ты эту мысль Ивану Петровичу сразу не подал? Да это же бесполезно. Иван Петрович, он машины не даст, Артемову тем более. А вот секретарю райкома даст. Просите 10 машин, Петок мне за идею. Петок? Ну три хотя бы. Думаю, что три Михаила Иванович заслужил. Да, интересные мы люди, делим шкуру неубитого медведя. Ну ладно, считайте, что меня вы уговорили. Спасибо. Теперь только остается уговорить Косовского. Да, да, да. А, это ты, проходи. Сейчас, минутку. Миша. Миша. Что? Одолжи червонец до получки. Нет. Сначала поешь, а потом будем говорить. Не могу, Миша. У меня репетиция. Ну, еще немножко. Чуть-чуть. Не-не-не, Миша. Уроки сделал, Костя? А? Уроки сделал. Делаю. Спасибо. Нет, нет, нет. Сначала поешь, потом побери. Ну, как тебе в бригаде? Ничего. Значит, не нравится. Почему? Вкалывают все на совесть. Считают, экономят, крутятся. Гришка, вон, старые гвозди выпрямляет. А подряд этот ваш. Все вокруг шустрят, бегают. Да, Сережа, главное-то ты не понял. Подряд он думать заставляет. О чем? О своих сорока процентах? От экономии? Хм. Материальная заинтересованность тоже важна. Вот раньше я точно вкалывал. Ну, допустим, сделал фундамент, вывел стены в небо, закрыл наряды, умыл руки, а там хоть трава не растет. А сейчас. Ну, вот, хотя бы вот это наша подстанция. Ведь она от начала до конца наша, моя. Она как, ну, она как ребенок. Со дня рождения. Он мой? Мой. Он улыбается, я улыбается. Он заболел. Я переживаю и врачей разных, ищу, и лекарства, и так вся бригада. А потом ты видишь, как он растет, что получается. Это интересно. Ты понимаешь? Ты... Ты целиком не видишь эту нашу подстанцию, потому и не понимаешь. Пап, я во дворе. Уменьши. Хорошо, хорошо. Как у тебя со Светом? Нормально. Ну, я пойду. Спасибо, Миша. Погоди. Ты не ответил мне. Что? Со Светкой у тебя как? Я сказал, нормально. Ты ж брат. Ну, когда свадьба? Ты знаешь, как я хочу потанцевать. Ты не любишь ее? Люблю. Она, что ли, не хочет? Да нет. Я тогда не понимаю. Да рановато мне жениться. Значит, ты ее не любишь. Это факт установленный. Да люблю я ее, я ее люблю. Значит так, пока не разберешься со своей кашей в голове, чтобы я тебя возле Светки не видел. Откуда ты возьмем все? Все, кто теперь с тобой разговаривает. Я тебе говорю, Лыхный чай. Да такой. Подпишись на свою чай. Подварив желбенку фидоренко. Ну-ну-ну, ладно-ладно. А ну-ка, вытри сопли и говори по порядку. Ого! В чем дело, а? Я ему дал две марки, а он мне за это всего одну жвачку. А я ему сказал, фит! Идем? Миш! Папа, не виноват меня! Разберемся! Мать, у нас мужской разговор! Воспитатель называется. Бригаду ему доверили. Мы стараемся, чтобы никаких не мент, не обмен, не честно, не нечестно! Ты меня не обижай, слушай. Я русский язык хорошо понимаю. А вот если я скажу, ты ничего не поймешь. Мишеник, это от с вами. Вот видишь, я еще так могу сказать, и совсем ничего не поймешь. Объясните ему сами. Я ловонья. Нет. Нет. Да. Нет. Здравствуйте. До свидания. Народ у меня, извините. Тяжелого окна надо рыть. Вы просили мне напомнить после 20-го? О чем напомнить? Насчет электрооборудования для 8-й подстанции. Все в порядке, товарищ Степчак. Будет оборудование. А когда? Как когда? Когда надо, тогда и будет. Срок будет. Да нет, нам нужно на 2 недели раньше. Об этом не может быть и речи. Вахтанг Нодарович. Благодарите, я лагоня, если все это будет в срок. Вы же обещали мне помочь, Вахтанг Нодарович. Я человек точный, память у меня железная. Я обещал не помочь, а постараться помочь. Да я понимаю, Вахтанг Нодарович. Да? Дело в том, что это оборудование, оно нам нужно... Извини, дорогой народ. Да? Вахтанг Нодарович. Дело в том, что это подстанция... Да вы что, мало парагем, гадсан? Да. Извините, это не вам. Да. Одну минуточку, вы куда? Вы записаны на прием? Нет, но мне нужно, понимаете? Тогда посидите. У меня срочное дело. Посидите, очень много людей. У вас 7 минут, товарищ Степчак. Войдите. Поехали. Ты чего пришел? Своего начальства нет? Да начальства хватает. Ко мне зачем пожаловал? Садись. Да вот хочу я для вас доброе дело сделать. Ну, одно доброе дело ты уже сделал. Забрал у меня 10 машин? Это факт не установленный. При чем здесь я? Так под тебя забрали. Говорят, для Степчака. Кирилл Матвеевич, эту подстанцию мы же для вас строим. Ну, ладно. Говори, какое там доброе дело. Да вот хотим мы эту подстанцию на месяц раньше сдать. Ну, что мне твоя подстанция? Вот если бы весь стан досрочно сдали. Или хотя бы в срок, а то и... Ну, а деньги? 70 тысяч экономия. Пустяк. Погоди. Ты что, обиделся? Нет, не обиделся. Я вот не понимаю. Я не понимаю, вот какой ты капиталист, черт, форд какой-нибудь. Он же, он же за копейку глотку перегрызет. А нам 70 тысяч оказывать спустяк. Я понимаю, у него личные деньги, у нас народные. Может, действительно это? Пустяк. Ну, давай, без демагогии, чего ты хочешь? Я же сказал, хочу эту подстанцию сдать досрочно. Ну, и сдавай. Кто тебе мешает? Так электрооборудование мне тоже нужно досрочно. Ты с вахтангом говорил? Ай. Понятно. Валентина, соедини меня с Подольским, с Петровым. Ну вот, полюбуйтесь. У меня прием трудящихся по личным вопросам, а я с тобой занимаюсь. Ну, а я и мои хлопцы. У нас тоже вопрос личный, и морально, и материально. Так что считайте, что 36 трудящих сидят у вас по личным вопросам. Ага. Антон Степаныч, здравствуй, Антон. Косовский. Ты не мог бы мне отгрузить комплект оборудован для РЗ? Да срочно. Ну, а через неделю? А если североградский комплект мне? Ну, считай, что это моя личная просьба. А что можно придумать? Ага. Спасибо. Спасибо, понял. Ну вот, это же не гайка. План у Петрова, как у всех, под завязку. Каждый комплект у министра на учете. Ну что? Ну что ты уставился? Ну, не звонить же мне министру по этому поводу. Можно и не звонить, если для министра 70 тысяч государственных денег тоже пустяк. Ха-ха-ха. Ох, и вредный же ты мужик. Ха-ха-ха. Как с тобой жена-то живет? Мучается. Ну что кислый такой? Со Светкой поссорим? А? Чего ты взял? Ну, я же вижу. О! Что, тоже пригодится? Ха-ха. Понимаешь? Запуталась как-то все. Так женись. Знаешь, семья, дети, жена, квартира, работа, забота. Ну, я не знаю. Хорошо, конечно. Но человека-то нет. А я, может, хочу в себе разобраться. Вообще разобраться. Что-то ты мудришь, Серега. Все как-то у тебя от головы, от ума. Оно, конечно, без ума легче. На себе дороже. Как спал, ребята. На секунду прилег, бетон застыл. Не хотел, ребята, честное слово. Общий фонд на бетон. Спрячь, не смеши людей. Не для того взялись мы за руки Вите, чтобы из-за десятки их опускать. Сережка! Сережка, ты что, слушай, что ли? Чего? Иди, там Света тебя возле бытовка ждет. Давай. Спасибо. Что случилось, Сереженька? Ничего. Смена поменялась. Работал в ночь. Ну, позвонить-то мог. Сереженька. Ты меня любишь? Люблю. А еще скажи. Люблю. А еще? Ну, чего ты волнуешься, глупенька? Мне сейчас просто некогда. Некогда. А? Ну, тогда беги. Значит, завтра в семь. На нашем месте. Компин, беги. 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 Стой! Стой! Куда бетон? В порт. А, не наш. А ты что здесь? Бетон ждешь? Движение регулирую. А чем сигналишь, товарищ постовой? Ну? Так кто же на зеленой останавливается? Хочешь получить чужой бетон, ты красненькую включай, дядя. Постойте, постойте, ребята, кажется, машина. Дура. Витек, пошли, пошли. Давай потихонечку, давай, еще, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Где взял? Где взял, где взял, купил. Давай, высыпай. Мне что, нет бетон? Тебе, бригадир, молоко не твое говорил все-таки. А куда везешь? В порт. Заморачиваюсь, чтобы духу. У него не было. Стой, я ему десятку. Держи свою десятку, и чтобы сегодня глаза мои тебя не видели. Супчак, квартиру Артемова. Анатолий Николаевич, извини, но сил больше нет. Честь машин не вышла на смену. Да, да. На 2 утра еще полсмены. Мне что, стоять? Мне бетон нужен. Где машины? Да, понятно, понятно все. Значит, нет виноватых. Все в порядке, да? Значит так, я смену отменяю. Это факт установленный. А вы разбирайтесь. Утром, вечером, днем. Приятных сновидений. Черт бы вас. Втрест надо позвонить Ивану. Да не могу я втрест. Опять скажут у Септяка рука. Конечно, нужно было его втрест. Этот Иван, он меня связывает по рукам и ногам. Не министру же звонить. Это не Ивану, а в портком. В портком напиши, Фомен. Ну да, еще не хватало кляузу разводить. Погоди, что ты там в порткоме? Ребятки, а ну-ка, фит, все до одного. Я извиняюсь. Так. Вот ручка, вот бумага, пиши. Пиши. Что писать? Партийный комитет от партгруппорга Галака-Юка заявление написал. Считаю своим долгом поставить в известность партийное бюро о недопустимых и даже преступных действиях бригадира, коммуниста Степчака М. Да ты что, сдурел? Пиши, пиши. В последнее время бригадир Степчак систематически перехватывает обман. Обманом подчеркни. Бетон, предназначенный для других бригад и даже для других строек. Не буду я этого писать. Юра, я прошу тебя, пиши. Несмотря на то, что я неоднократно предупреждал о недопустимости подобных поступков, гражданин Степчак... Да как же это? Предупреждал? Предупреждал, предупреждал. Это факт установлен. Это комиссар. Пиши. Гражданин Степчак продолжает эту преступную практику. Считаю. Считаю своим долгом. Считаю, такие поступки, оказывающие вредное влияние на молодых строителей и приносящие моральный и материальный ущерб стройке несовместимы с названием. Коммунисты. Прошу принять необходимые меры, число и подпись. Не буду я этого подписывать. Да за такие дела тебя и впрямь из партии турнут. Не турнут. А если турнут, значит за дело. Подписывай. Миша, это я, Иван. Зайду на минуту, дело есть. Здравствуй, Миша. Хвораешь, что ли? Я на минуту. Слушай, там на тебе заявление написали. Паргруппор твой, Галак. Вот тебе угу. А ты вроде его своим другом считал. Ну, умеешь выбирать друзей. Ладно, ты лечись. Я выясню, чем там дело. Да, я позвоню тебе. Дома будешь? Здравствуй. Проходи, садись. Спасибо. Понимаешь, я по поводу заявления на Михаила. Конечно, было бы очень хорошо, если бы можно было вообще обойтись, без разбирательства. Но как же ты обойдешься без разбирательства, когда есть такое заявление? Слушай, а что, если тебе поприсутствовать на заседании? Ну, качестве представителей, так сказать, вышестоящей партийной организации. А то я боюсь, как бы там они без нас дров не наломали. Еще неизвестно, как эта неприятная ситуация может отразиться на идее бригадного подряда вообще. А нам нужно его сохранить, во что бы то ни стало. Я неоднократно подчеркивал, да вы и сами знаете, что стройка у нас всесоюзного масштаба. Наш стан ждут, как воздух. На нас сейчас вся страна смотрит. И дело нашей чести завершить стройку срок. И в связи с этим один неприятный вопрос. Заявление товарища Галака по поводу бригадира комплексной бригады Михаила Ивановича Степчака. С заявлением члены партбюро знакомились. Товарищ Галак, к своему заявлению добавить ничего не хотите? Нет, там все написано. Товарищ Степчак, вы знакомы с заявлением? Да. Что можете сказать по существу? Ничего, там все правильно. Значит, вы считаете ваш поступок правильным? Да нет. Я говорю, в заявлении все правильно. А поступок, чего тут говорить? Он никуда не годится. Чужой бетон покупаете, Михаил Иванович. Это же соучастие в воровстве. Вы что, не понимали, что делаете? Да нет, понимал. У меня не было выхода. Выхода у меня не было. Мы с таким трудом монтажные бригады узали. Товарищ Галак, в специально Подольск выехал. Оборудовники к приезду выбивают. Ну, приедут они. А у нас фундамент не готов. Ну, что я им скажу? Что мне бетон не дают? Так это ж позор. Так лучше уж пусть позор использовать для дела. Интересно получается. Выходит, чтобы фундамент кончить, вы должны покупать чей-то бетон. А что мне делать, если этот бетон мне не дают? Что значит не дают? Вот так не дают и все. Товарищ Попов, может вы лезете? Сидите, Попов. Товарищ Степчак не прав. Бетон товарищу Степчаку дают, и даже больше, чем другим. Но сейчас мы просто не в состоянии обеспечить все потребности бригады. И товарищ Степчак это прекрасно знает. 14 машин в колхозе, 5 в ремонте. Да и бетонный завод подводит. А поставщики вообще в стороне от наших заводов. В том-то и беда. Завязать бы их подрядом в одну упрежку с нами. Давайте разберемся. Прест готовился к подряду. Составляли график. Но Степчак-то из графика выбился, всех опередил. Попробуй его обеспечить. Хорошо. Но бригада должна закончить подстанцию в срок. Мы же с вами взяли обязательство досрочно закончить. Да, социалистическое обязательство. И вы, товарищ Артем, согласились. Согласился? Товарищи, товарищи. Ну, ведь теперь-то вы гоните еще на полмесяца раньше. Что же это? По-вашему, получается, что они еще и виноваты, что хорошо работают? Да не могу я весь бетон отдать Степчаку. У меня еще 8 бригад. Такие же люди и такие же важные объекты. Что же мне их останавливать, что ли? И вообще, создавать товарищу Степчаку особые привилегии не могу. Не считаю нужным. Разрешите? Да, пожалуйста. Я не хотел выступать, товарищи. Но некоторые тенденции в словах, да и в поступках, товарищи Артемовы меня смущают. Степчак поступил неправильно, мягко говоря. Хотя вроде бы и в интересах дела. Я думаю, портбюро укажет ему на это. Но и товарищ Артемов не прав. Никто, товарищ Артемов, не требует от вас привилегированного отношения. Но поддержать, поощрить одну из лучших бригад стройки вы не только можете, но и обязаны, тем более обязаны, помочь бригаде, работающей на подряде, выполнить свои социалистические обязательства. Да при чем тут бригадный подряд? Разрешите? Да, да. Вон у Степанова в соседнем тресте половина бригад на подряде, и никто вроде бы не жалуется, трест второй год переходящее красное знамя держит. Но если у меня в управлении из восьми бригад на подряде две, и только одна из них работает успешно, а в тресте всего шесть, и мы с шумихой вокруг этих бригад пытаемся прикрыть нашу неспособность организовать их труд, то это не бригадный подряд, это очковтирательство. Метод бригадного подряда требует всесторонней, обдуманной организации в масштабах всего треста, комбината. А у нас нет резервов, у нас нет возможности маневра. Если честно, то мы к бригадному методу пока просто не готовы. Разрешите? Партии правительства считают, что бригадная форма стимулирования и организации труда в одиннадцатой пятилетке должна стать основной. А товарищ Артемов считает, что мы не готовы. Я говорю не о стране, я говорю о нас с вами, о тресте. Да, трудно, товарищ Артемов, с таким настроением бороться за внедрение передовых методов. Я бы на вашем месте... А вы не обобщайте, товарищ Артемов. Не трест не готов к подряду, а наше управление. И мы, безусловно, разберемся в этом вопросе. Эх, мне строгача влепили, а Артемову на вид поставили, за неверное отношение к соцсоревнованию и опыту передовых бригад. Правильно сделали. Нужно было побольше, маловато. Пусть он почешется. Вообще, с этим Артемовым, по-моему, нужно ухо востро держать. Слушай, как вел себя твой порторг? Нормально. Нормально, да? Нужно было ему тоже врезать. Мне кажется, он заодно с Артемовым. Да, заодно. А вообще его... Зря тебя не было на парткоме. Мне было бы неудобно. Полезно было бы тебе. Ведь Артем во многом прав. Интересно, в чем же он прав? Да почти во всем. Иван, мы действительно не готовы к подряду. Хо-хо. Да, да. Это ведь как шестеренки передач. Нельзя, чтобы одна вращалась быстрее других. Надо, чтобы все. Иначе зубья обломаем, а быстрее не двинемся. Нужны и резервы, и возможности маневра. А то мы ведь торопимся. Вот хотим сдать этот монтаж досрочно. А заводным оборудованием поставить не может. Потому что у них тоже план под завязку. Ты ж понимаешь, такие вопросы трест решать не может. Да, решать не может. Но ставить их во весь голос может. Ставим. И лодыря свои заставить крутиться тоже может. Не знаю, Иван, но так работать нельзя. Стыдно мне все это. Стыдно мне все это. Иван. Стыдно мне все это. Уйя, иван. А-а-а! 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 Спасибо! С Новым Годом, товарищи! С Новым Годом! Так вот, в адрес бригады пришла телеграмма. Снегурочка-внучечка, принеси! Поздравляем бригаду Степчака с выполнением годового плана и вступлением в Новый Год пятилетки! Ура-а-а! Бригадиры, распишитесь, получайте... Да ладно, ребята, ну вот что! От имени бригады! Ура-а-а! 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 А сейчас маленький подарок, маленький для нашей спящей красавицы, кусочек застывшего монолита! Ура-а-а! 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 Поздравляю, дорогая Хвостенко! Поздравляю! Подают! Ладно-ладно! Повеселились! За работу! ура-а-а! 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 Ну как? Сколько я понимаю, фундамент почти закончен. Не почти, а закончен. Вот я и привез вас сюда, Александр Сергеевич, специально, чтобы вы сами все увидели и сами, как автор проекта, все людям рассказали. Не так-то просто нам эти фундаменты достались. Обидно. Только наладили дело... Машины от сердца отрывают для Степчака. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Рассаживайтесь. Может быть, вы скажете, Кирилл Матвеевич? Не могу. Язык не поворачивается. Да-да-да. Товарищ, к нам приехал автор нашего проекта, товарищ Прокофьев. Я понимаю, Кириллу Матвеевичу нелегко сказать вам об этом. Да и мне, поверьте, тоже. Но что делать? Пока мы проектировали и строили, наука не стояла на месте. Появились новые выпрямители, гораздо более современные и экономичные. Ну, можно было бы и не заметить их появление. И никто бы нас за это не осудил. Но вот это прекрасное сооружение, которое вы строите своими руками, уже устарело в научно-техническом отношении. Устарело еще до того, как вы его закончили. А дело, если короче, состоит в том, что треть фундаментов 5Б, 5В, 6Б и 6В надо сломать. Как это сломать? Пересмены вкалывали. Это ура! Чуть не каждый день. Мозгами шевелить надо. Самому бы отбойным молоток рубили. Зачем мы строили? Ломать им все они. Я понимаю, товарищ, как больно ломать сделанное собственными руками. Но новые выпрямители уже за первые полгода эксплуатации полностью возместят все расходы, связанные с изменением проекта и необходимыми переделками. И дадут экономический эффект сотни тысяч рублей в год. Мы были бы преступниками, если бы не воспользовались такой возможностью. Ну что, работать будем? Шутка. Поздравляю. Очень красноречиво в уемо-научно-техническом прогрессе. Только эти выпрямители я полгода назад на ВДНХ видел. Так кто на ВДНХ? Но вы-то понимаете? Я все понимаю. И то, что чертежи были подписаны месяц назад, я тоже понимаю. Но неужели у вас не нашлось 50 копеек, чтобы дать телеграмму? Да при чем тут 50 копеек? Какое мы имели право без утверждения ментяшстроя останавливать строительство? Конечно. Ломать легче. Что делать? Сколько работаю вы над проектом? Почти два года. Вот если бы за эти два года, за ваш несовершенный проект, вам не заплатили бы ни копейки, вот тогда бы вы знали, что делать. И ответственности бы не испугались, и полкинник нашли на телеграмму. Поехали. Ты что из себя кисейную барышню строишь, а? И так на душе тошно. Что делать будем, а? А черт тебя знает. Время идет, к сроку не успеем. А кто тебя за язык тянул? Мне этого министерство никогда не простит. Причем здесь ты? Они же сами по правке утвердили. Утвердили, не утвердили. Для них это так, детали. Я ведь обещал сдать на месяц раньше. Я их своими обязательствами обнадежил. Твоими обязательствами. Сдадим к концу квартала. А теперь у них план летит. Годовой, министерский. Знаешь, как в таких случаях говорят? Если вовремя сдали, значит мы сдали. А не вовремя, значит я не сдал. Я исполняющий обязанности, управляющего трестом. Значит плохо исполняете обязанности, товарищ Ярошенко. Теперь видишь, как все обернулось. Вижу. Ну дела. Кто нас гнал? Спеши. Давай, давай. Ну кто, кто? Работай нормально. Так нет, три смены давай. Это тоже премия. 40 тысяч премий. Твоим стихчиком. Да не стой над душой. Иди ты. Не лезь. Тихо. Тихо. Ну что? Ничего. Ну что вы панихиду разводите? Да взорам эти фундаменты. А ну-ка давайте все сюда. Значит так, ребята. Крахмальные воротнички и Нептун отменяются. Пока. Снегурочка, Дед Мороз. Сохранить елочку. Хорошо. Так, все по домам. Алексеич и Юра. Останьтесь. Кто завтра дежурный? Я. На полчаса раньше. Это что за разброд? Парни возбуждены. А ты для чего у меня здесь? Что я им нянька? Хорошо, я потом с тобой поговорю. Миша, это я Иван. А, Лид, ты? Да нет. Жду его звонка. Ты не знаешь, где он? Понятно. Пока. Пока. Здесь есть же решение. Есть. А только где оно? Где, где, где? Костя! А ты как сюда попал? Костя открыл. Я тебя жду. Пойдем. Поговорить надо. Слушай, крутил я ты ситуацию и так и эдак. Все вроде обдумал. И поступим мы с тобой так. Что? Ты иди дальше. Ну? Заканчивай фундаменты по старым чертежам. А новые, индексированные, я пока придержу. Ты пойми, нам самое главное сейчас закрыть план. Месячный, квартальный. А если ты сломаешь фундамент, мы не успеем сдать подстанцию и сорвем опробование черновой клести стана. Потом мы сломаем эти фундаменты, построим новые. Я тебе все дам. Людей, краны, машины. Бетону будет сколько угодно. Но мы должны закончить подстанцию к концу квартала во что бы то ни стало, понимаешь? А к пуску всего стана выкрутимся. Сдадим заказчикам подстанцию с новыми выпрямителями. Какое им в конце концов дело? А сейчас строй как времянку, будь она неладная, это подстанция. Как понимать, ты мне, я тебе? Да ну при чем тут? Ну ты пойми, что начальство приехало, поговорило и уехало. А мы здесь живем, и нам решать, что здесь делать. Иван, мартышкиным трудом я заниматься не буду. И моя бригада тоже. А без штанов твоя бригада не хочет остаться? Или без подряда вообще? Это как понимать, как угрозу? А ты понимай, как объяснение ситуации. Сережа? Это я, мам. А, Миша. Ну как дела? А? Плохо, мам, плохо. Что, плохо на работе? Угу. Ну что ж, давай разопьем с тобой эту бутылку. Думаешь, я не смогу? Расклеился, да? Я всегда считала тебя сильной. Детям пример ставила. А как же твои ребята, если ты, бригадир, в бутылки потянулся? Что же им остается делать? Ты права, мама. Ты всегда права. Возьми себя в руки, сынок. О, Маша пришла. Машунечка, я сейчас быстро оденусь. Миша, что у вас там стряслось? Иван с ее просто места не находит. Еще бы. А может, все-таки можно? Ване это, ой, как необходимо. Он мне там что-то говорил о ваших фундаментах. Нельзя, Маша. Ну, ляпнул Иван, не подумав. Сам же он на это не пойдет. Пойдет. Он тебе это сказал? Нет, он мне ничего не говорил. Я сама так думаю. Дура ты, Маша. Ну, как потом глядеть друг в другу в глаза? Да после этого бригаду распускать нужно, как полк, потерявший знамя. Ну? Мам, ты хоть фартук сними. Ага. Слушай, Миша, я тебя прошу. Я провожу вас. Не-не-не, останься. Поговори с Сережей. Ведь я к нему не достучусь. И Света молчит. Останься, подожди. Идем, Машенька. Поговори с ним. Идем, Машенька. Идем, Машенька. По какому случаю? Поставь мне про твою честь. Зря, братишка. Разговор бы легче завязался. Ничего, и так завяжется. Собирайся, пойдем просить руки Светланы. Я буду за свадьбой. Не пойду. Почему? Я не понял, ты же говорил, что любишь ее. А это мое дело. Ясно. Озверел. Сказал, не пойду. Значит так, чтобы в бригаде и в доме отца я больше не видел. Да, не было и не будет среди степчаков подлецов. И в бригаде. Здравствуй. Ну как? Ничего. Зачем так много? Тяжело ведь. Да это мать вся. Она знает? Знает. Спасибо. Пожалуйста. Вань, а может и вправду так нельзя? Что значит нельзя? Просто необходимо. Ты в этом ничего не понимаешь, не вмешивайся. Может кто-нибудь так и работал, а Михаил Степчак так не работал и работать не будет. Это что, он тебе сказал? Ты с ним говорила? Да, сказал, говорила. Не работал, не будет работать. Не нужно, найдем других. Вообще за такие вещи гнать надо. У меня там еще один деятель объявился. Точно такой же Артемов. Степчак. Я не Степчак. Я думаю, что Степчак сам справится. Он решил взорвать фундаменты, чтобы сэкономить деньги. Что значит взорвать? Это поспешное решение. Я запрещаю. Сейчас нужно думать о том, как бы восьмую подстанцию срок сдать. Возможности есть для этого. Понимаешь, это ведь нужно не только для министерства, но и для нас с тобой. Ты ведь у нас начальник молодой. Так вот, у Федоренко простаивают два звена. Что если их перебросить на подстанцию? Вот пусть они заканчивают. А как же Степчак? У него же подряд. Степчак. Зазнался наш Степчак. Ты прав, Анатолий Николаевич. Перехвалили мы Михаила. А подряд что? Подряд незакон, можно и прервать. Найдем Степчаку другой. Как это прервать? Только начали прервать, потом опять начнем. Кто же нам верить будет? Понятно. В общем так, завтра получите письменный приказ о переводе бригады Федоренко на подстанцию. Может все-таки останешься? Мало ли что человек может сделать сгоряча. Ведь Миша он... Нет, надо ехать. Все правильно. Пусть он едет. Пусть перебродит. Может и найдет, что ищет. А к дому ему дорога не заказана. Когда захочешь, можешь вернуться. Слышишь? Да. Пока, сестринка Субтитры создавал DimaTorzok Израил опасно Шутка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok